добро пожаловать в трехминутных героев цирковой режим по это то что нам нужно поиграем сегодня цирковой режим у нас нехороший стрим это что такое нажмите кнопку чтобы установить условия воспроизведения нажал кнопку кей 120 тысяч клеверов 5 процентов это чё такое вообще для какой-то супер мега казино режим 5 процентов шанс получить 120 тысяч клеверов у меня 75000 нафига не вообще нужны вот фиге какая-то а дальше что это жоп спасибо тебе большое за подарочную подписку в режиме цирка нельзя выбирать героев так как реки герой герой рандомно генерируется охотник ай ты тратишь 1000 на ролл героев ну блин рыбак и ну вот у нас новый герой есть ну окей режим цирка это какая-то гача фигня давайте нормальную игру играть на вторжении на шестом возвышение это какая-то ересь этот непонятная этот режим цирка то похоже что для мобильных телефонов с этой гачей окей спасибо тебе кэтшоп за подарочную подписку давайте нормальное шестое возвышение играть и будем смотреть новых героев вышла dlc так друид может изменять свою форму в медведя или сокола с помощью сил природы разработайте стратегию притягивая или толкая врага ладно будешь главным героем а ты чё делаешь библиотекарь умный герой который свободно пишет и стирает ключевые слова на карточках ой звучит как фишка которую мы точно мисплеить не будем навык повторения если карта героя друида находится на кладбище перенесите в руку если нет добавьте случайную карту знака в руку а все понятно все ясно камни надо выдать до наша любимая гача специальное обновление 40 тысяч и какой-то кристалл что-то тут подобавляли какой-то ереси похоже подобавляли каких-то гача фиговин увеличивает весь урон на 15 процентов пойдет которые никому не интересны может посмотрим обилку книжника ну мы наверно в следующий раз посмотрим камни клевер режим цирка да уж максимальное здоровье 30 процентов окей погнали играть сейчас разберемся не говорит что герои повторяют историю мышей базовые игровые механики вроде никто не поменял поэтому друид призывает дерево отлично размещение впереди он становится медведем поместить его сзади он становится ястребом и размещает дерево ну давайте попробуем разместим его впереди а вот здесь он друид здесь давай медведь друид медведь просто медведь простите он атакует в ближнем бою враги атакующие медведи перемещаются на одну плитку влево он нет когда враг движется восстанавливайте три жизни камон окей библиотекарь атака расхитительная гробниц пронзительная офигеть расхитителя гробниц пронзительная вот хорошо навык маны выбранного героя будет добавлять эту карту в руку до конца раунда уничтожается ладно давай давайте его сюда поставим пушку сюда вниз алтарь уничтожения у нас сразу алтарь удаляющий карту знак сокола выбранный друид не являющийся соколом становится соколом примените состояние хейст 4 ко всем союзникам хейст это ускорение друид становись соколом давай он стал соколом невероятно что сокол делает сокол сокол атака дальнего боя враг атакованный соколом перемещается на одну клитку вправо окей отталкивает когда противник движется наносит три повреждения но пока что вот сокол выглядит лучше выбранный друид не медведь превращается в становится медведем все союзники получают один максимальной жизни в теории мы хотим наверное их превращать туда-сюда для того чтобы чтобы что-то было сюда пока молнию сейчас разберемся окей знак дикой природы все друиды кладут в свои карты меток в руку не надо накладывать налаживать тем более посадка деревьев при использовании на плитках союзников вызовите дерево восстановление переключитесь в режим освещения при использовании на вражеских плитках вызовите дерево порчи переключитесь темный режим я предлагаю переключиться в темный режим и вызвать дерево порчи чтобы гнилой забор в случае уничтожения наносит урон дому равной силе атаки врага ну и зачем я это сыграл лоскут сокола выберите сокола друида примените состояние поварап 2 все враги отправляются в конец очереди у нас нет сокола друида давайте чтобы проверим штука знак меток а это превращение в медведя но я эти карты не могу сыграть нам нужно больше друидов у нас критическая нехватка друидов я предлагаю сыграть гнилой забор вниз и охлаждающую пушку сюда еще одного друида вниз все ускорилась и не могу взять паузу знак сокола пожалуйста рёв медведя выберите медведь друида примените состояние щит дракона все враги переходят на выбранную линию щит дракона что такое щит дракона снижает весь урон двое спадает при наложении любого эффекта понял ведь стал супер танком я реально получаю урон когда мне ломают а зачем мне строить заборы гнилые чё я могу например сделать на сокол то получить знаки сокола знак сокола нужно играть на сок знак сокола нужно играть на медведя знак медведя нужно играть на сокола наоборот теперь у меня много заборов нет так много заборов пока что ничего не понятно деревья ставить на другую сторону чтоб место экономить то на наш дом получает урон измельчитель наносит урон всем врагам на сумму имеющихся затрат чего вытрите все карты в руке создайте бумагу по исчерпанным карточкам чего а такое все не шо соседу-то от которой сверлит писал описании карты на мужик напиши описание карте чё вот я тебе говорю чё Нанесите урон всем врагам На сумму имеющихся затрат Вытрите все карты в руке Окей Вытер Чистая карта Я вам не покажу, она чистая Создайте бумагу По исчерпанным карточкам Туалет Я имею ввиду, что-то случилось Я вытер карты Я вытер все карты в руке А эти Они будут такие чистые Так Отдыхать Сброс маны каждого героя по умолчанию Все библиотекари оживают Сброс маны каждого героя по умолчанию Расставить книжную полку Отсорчуруйте руку в порядке наибольшей стоимости Сбросить время восстановления умения переброса У тебя реально есть Подожди Эта карта реально делает сортировку руки? Она Эта карта просто перекладывает в руке карточки в порядке стоимости За 4 За 4 золота Ну энергии Золото это местная энергия То есть ты хочешь сказать, что эта карта Переставляет карты в порядке Эй, Джонни У тебя есть идеи для карт? Вот, вот, Джонни Ты когда у тебя в руке карты Ты чего думаешь первая? Давай, нам нужны идеи Ну Я Это Мне сложно понять Где у меня тузы, где вальты Потому что они не по порядку рассортированы Я Я их переставляю Точно, Джонни, ты гений Он так хорош Я пока ее не буду играть Потому что мне бы Как бы Уничтожить юнит на выбранной плитке Создает 3 случайных лута в легком режиме В легком режиме А в сложном? В сложном, видимо, не создает У меня задохли друиды Мне еще 42 секунды надо жить, а? Я библиотекарь, иди наверх Так Надо играть вот этот измельчитель Это, по-моему, у меня единственная карта, которая что-то делает Ну, не особо она что-то делает Добавьте случайную карту в свою колоду Нееет Эти бумаги, которые я подбираю, добавляют случайные карты в мою колоду А нехорошо Лавка старых книг Удалите ключевые слова из каждой карты в руке Получите 5 золотых за удаленные ключевые слова Окей Давайте попробуем Ничего не произошло Уничтожите юнит на выбранной плитке Создайте 3 лута в легком режиме В легком режиме? Вот, например, я забор уничтожаю И ничего не происходит Что такое легкий режим? Так, к слову, карточки уже рассортированы Нет, карты не рассортированы Сейчас мы вот книжную полку играем Оооо Я сыграл книжную полку Смотрите, какая красота Все Кайф Теперь красивая Лучшая карта в игре А, 100% Так хороша Активируйте случайное вознаграждение за квест Уничтожьте юнит на выбранной плитке Зайти 3 случайных лута в сложном В легком режиме Я не могу в это поверить У нас действительно есть карта Которая, во-первых, сортирует Карты А во-вторых, у нас есть карта Которая работает только в легком режиме Давайте нам Slay the Spire таких карт Да А, знак сокола я добавлять не буду У нас вроде есть документ Добавьте случайное ключевое слово К случайной карточке без ключевого слова Где моя колода Так Что у меня действительно есть в колоде Два восстановления Жесть Какой трэш Ключевые слова из каждой карты в руке удаляют То есть мы с молнией стерли сжигание Ключевые слова это вот эти вот штучки Ну, префиксы, суффиксы Которые ты вешаешь при апгрейдах Так-то круто Мне бы не хотелось их удалять Мне бы хотелось их добавлять Картам Но, наверное, удаление тоже неплохо Ну, например, сжигание Опять же мы убрали с молнии Можно с динамита какого-нибудь убрать сжигание Это еще молния массовая на весь экран Главное не сжечь героя с героев бесконечность Ой, надеюсь, что это так не работает Хотя... Окей, книжную полку надо удалять Вот это что такое, я вообще не знаю Деревья Тоже какая-то фигня, честно говоря Что за темный и светлый режим Никому не понятно У меня две лавки старых книг Ну, их явно две не нужны Три случайных лута в легком режиме Это вообще просто ржака А, в общем у нас сейчас много бесполезных карт Давайте возьмем документ И я попробую наролить нам Ладно, добор хорошая штука Измельчитель у меня один есть Я так и не понял, что он делает Нанесите урон всем врагам На сумму имеющихся затрат На стоимость маны Всех карт в руке Что значит вытрите все карты И создавайте бумагу по исчерпанным карточкам Это вопрос не ко мне Я не знаю О нет, нет, нет Не надо мне эти карты Ключевое слово Кровопийца Восполняет здоровье случайному союзнику Равное половине урона карты Ну это мы повесим видимо на молнию А потом наверное сотрем эту шнягу Полка автопик Да, чтобы красиво карточки расставлять Согласен Окей, по-моему мне надо дом починить Моя колода Ну Как бы выразиться по поводу моей колоды А мягко говоря не идеально Окей, Миша А, вот эти заборы ремонтируют дом То есть мы хотим вот так делать Типа так Например Так Этот забор надо продать нафиг И Ну Типа все Миша Дальность атаки 2 То есть он будет бить через забор Чем мы будем кастеров убивать Честно говоря не знаю А, ну эти чуваки у нас стреляют далеко А, Мишка притягивает к себе Окей Норм Тогда тебя сюда Да, Мишка похоже притягивает Да-да-да-да Окей, Мишка норм Эм Отсортируйте блинкарт Молния с вампириком Несжигаемая Так-так круто Дерево посадим Эта штука удаляет ключевые слова Но их нет Эм Давайте двух библиотекарей вниз Что-то мне кажется Что проблема Хотя наверное Одного может было наверх Ключевое слово К измельчителю мы добавили Бумага Добавьте случайную карту В свою колоду Перезагрузка возвращается Когда вы используете Навык повторения Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ресурс который который переместил всех чуваков на верхнюю линию блин зашибись ну и теперь я сделал друида танка как-то тоже зашибись добавляет случайную карту в колоду бумагу не надо подбирать древняя книга наносит 30 ущербов в случайную плитку 3 на 3 добавляя в свою колоду карты древняя книга если с этого могу я с этого могу снять сжигание да да теперь у меня древняя книга вечная чуваки тупо проходят все ресурс конечно офигенная чувака просто пушка и миша я тебя полечу здесь молния с вампириком звучит как отличная вечеринка друид ты там ничего не делаешь я вижу я понимаю пока я тебя превращу в медведя библиотекари бьют резинганами библиотекари похоже сильная и дома дамажит нормально и по-моему медведи очень хороши я мои медведи он нет добор там такая толпа сверху проходит жесть нас уничтожили просто урон на сумму имеющихся затрат и друида можно поставить сюда сокола древние книги у древней книги сильные я имею ввиду недорогие но сильные в теории у меня есть хилка может и соколы сильнее чем медведи как у них по статам 25 9 блин соколы хорошо дамажит у них урон намного больше ров медведя библиотекари добро пожаловать короче сокола имба похоже надо сокола вставить потому что у них дальность и они отталкивают вот собственно древняя книга и древняя книга добавляет копии древней книги в колоду то есть ее даже не обязательно с нее сжигание снимать раз у нас библиотекари надо брать соколов видимо да то есть мы хотим навыки на соколов еще одна молния только хуже чем у нас хочу ли я книгу добавить у меня есть три книги и книги у меня есть нам это не нужно знак сокола превращает труидов в соколов а мне надо в теории мне надо превращать туда-сюда героев тогда они будут получать хейст 4 будут скорость атаки получать если у меня и такие такие друиды мне в общем нужна целая толпа друидов нужно чтобы у меня сто пятьсот друидов было они потом будет все будут объединяться в триплеты и будут руйниться их будет мало эээээм ну если у меня друиды соколы то это не работает окей я подумаю дайте мне еще и роль понял понимаю соколы на 43 короче дайте мне возьми квест я дам тебе кучу бумаг если ты дашь 5 драгоценных камней спасибо особенно карту и не забудь стереть карт и дать бумагу в руку используйте перепечатку карты случайному врагу оооооооо перепечатка карты карты переиздание наносит 10 урона выбранной плитке нанесите больше урона равное полученной бумажной добычи создайте бумагу сказал правду бумага он дает бумагу принять за добычу чё варла какой у тебя любимый шахматист а шахриар мамидьяров он самый абсолютно безумный чувак в на высоких рейтингах он так хорош он самая crazy сборки играет над нормальных серьезных турнирах в теории мне нужны друиды много друидов а улучшать карты мне будет колдун по идее улучшение карт не вообще не нужно и мы хотим делать вот так и ставить толпы соколов сокола атака с неограниченной дальностью то есть мы заставим все поле соколами мы будем счастливы качни добычу потом потом сейчас подождите нам нужны друиды раньше будет триплет друидов прошу поэтому у меня в итоге останется один друид поэтому я наверно сейчас распределю библиотекарей пока а и библиотекарей тоже сейчас будет триплет то есть у меня только две линии сейчас будут рабочими как мне играть с двумя героями кто будет драться два героя и и магия короче здесь друиды будут стоять здесь будут библиотекеры стоять а здесь будут стоять заборы нужен ремонт может здравия мысль не делать триплет пока у тебя нет запасных можно не собирать библиотекарей в триплет так так а друидов объедините на одну линию друидов давайте давайте не будем библиотекарей собирать в триплет и друида сокола наверх библиотекарям просто тупо не играем нас есть магия у нас есть молнии у нас есть деревья я могу насажать деревьев древние плитки поиграть знак сокола не работает дело в том что на сокола очень странно я буду аккуратно я не буду сейчас зафлуживать колоду всякой фигнёй прошла мне и так полная колода древних книг и древние книги дорогие знак дикой природы нам не нужен измельчитель реально наносит всем врагам стоимость твоей руки да похоже да если я буду собирать ресурсы о нет что я нажал библиотекарей живите так я всех стянул сюда лоскут сокола откинуть всех врагов я теперь вся колода зафлужина рандомными картами на я подобрал странички да и у меня теперь куча рандомных карточек соберите врагов плиткой 3 на 3 на центральную плитку а вы когда в центр перетаскивает а штука перетаскивает в центр но у меня-то в центре никого нет блин я там все сдохли не знаю по-моему надо превращать в медведя чувака и теперь делать рев медведя иначе меня сожрут применение состояния обезвиживания оглушения к врагам на выбранной плитке примените это состояние ко всем врагам в темном режиме чё за темный режим то йоу медведь миша тащи их всех давай мишка я верю в тебя чувак не сдавайся он такой сильный молодец запутывать в темном режиме давай запутывай их о большой орк большой орк это плохие новости это очень плохие новости я бы сказал что это самые плохие новости он идет ближе и ближе медведь чувак остановите его динамит бомбу ему запутать его запутать его запутали миша пролетись сокола стреляйте в него еще один динамит его кидаем мы сдохли не бей мой дом чувак просто не бей мой дом на тебе дерево на тебе книгу на тебе еще один динамит раунд проиграл а думаю эти герои не идеально друг друга дополняют а думаю что можно их по отдельности играть они возможно идеально давайте еще раз великое вторжение шестое возвышение там сюда мне сохраните давайте мне друида в качестве главного героя а в качестве вспомогательного я не буду брать вот эту ересь чтобы она не делала его по-моему надо главным и я кем мы еще не играли тобой тобой мы играли ты хилка ты это длсшный перс ты ересь культист культистом мы играли мало специализируется на отправке карт на кладбище культист торгаш да торгашом мы кстати о торговцам мы вообще не играли ок 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 давай 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 библиотекарь это какой-то full random билд совсем немножко чуть-чуть чуть-чуть full random это правда все да не играли тем у кого нет камней хотя расхидителем гробниц играли мы берем торговца и друида звучит как отличная вечеринка если карты героя грудь друида находится на кладбище перенесите в руку если нет добавьте случайную карту знака в руку клик друиды мы знаем что они делают их мы по моему медведи все таки покруче соколов потому что они могут... танчечь... хорошо пушку я поставлю вниз а торговец собирает добычу вместо атаки Ну, то есть Эти чуваки чисто Могут потанчить для пушек, например Пока что Ну и собирать, в процессе собирать добычу Это молния Нет, это молния, кстати, мы не с нее Не сняли этот Мы с нее не сняли обилку, просто Блин, мисплеи были сделаны Окей Так Рев медведя Миша Рев медведь Выберите медведя друида А, у него дебаф от призраков Понял Друид, иди танкуй Пушку хил Откуда у меня призраки в первом раунде, а? У меня призраки в первом раунде, чуваки Что происходит? Там алтари были, да? Эм, we are dead Умереть за 50 секунд Не, 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 не Все в порядке Знак сокола Сажай деревья, йоу Сокол, стреляй в них Окей, торговец Добро пожаловать Ты будешь там танчить Всех врагов отбросить Знак медведя сыграть Давление Тебя отбросить Кому хил Тебе хил Оно отбросило Эти Заборы тоже Знак сокола тебе Рыб медведя сюда Лоскут сокола Сюда Оооо, я начинаю понимать В общем Мы хотим постоянно превращать Мы хотим постоянно превращать друидов Из одного в другого Нет, мы не хотим превращать Когда они впереди стоят Ты не хочешь, чтобы сокол стоял впереди Это точно Сто процентов не хочешь Друиды, живите Время знаков медведя Пришло, сажай деревья Так приказывал Так говорил Фараон Окей, ты ролишь Ты лечишь Ты делаешь знак сокола А потом рык медведя А потом посадку деревьев Оу И молнию сюда вниз Сто у нас торговец Добычу собирает Нельзя смисплеить добычу Если ее кто-то за тебя собирает Сажай деревья, чувак Келоскут сокола Вот хорошая карта Еще деревьев О, отбросить чуваков можно А теперь рык медведя И всех собрать на одну линию Такое впечатление, что Друиды хотят Все стоять на одной Ты хочешь друидов типа В линию выстраивать Вместе На каждой линии Один друид-медведь Один сокол И ты их тасуешь Ты меняешь их вид постоянно Нет Но ты не хочешь Чтоб твой друид-медведь Стоял сзади Иначе он не атакует Чат Чат у вас есть идеи Что с этой Ересью делать Козла на заднюю линию Вот это покажу Хороший план Залповая пушка Атакует быстро Что обычный друид делает Хороший вопрос Знак природы имба У меня есть такая карта Я почему-то еще Две посадки деревьев В теории У тебя два разных друида И ты знаком природы Их постоянно меняешь Я возьму нам пушку И не буду брать Еще один знак природы Пока что Я сохраню нам камни И возьму квест друида Я использую силу Дикой природы Если вы мне дадите Десять камней Эффект вознаграждения Используйте карту Знак Дикой природы Очень дикой Оооо Природа такая Дикая Что бы это ни значило Когда дому наносится Три урона Когда союзнику Наносит урон Тридцать раз Ну давайте возьмем Урон по своим И улучшим карту Круг природы Уничтожьте юнит На выбранной плитке Создайте три случайных Лута в легком режиме А мы не будем брать Мы не будем брать Карту Которая дает лут В легком режиме Потому что мы вроде как В сложном режиме Временная работа Тридцать пять золота Ого Ахахаха Добавляет карту Найм в руку Добавляет карту Набор с шансом Равным защите Где бы Тридцать пять золота Взять А? Добавить ключевое слово Чудо Вы берете одну карту Стоимость карты Будет ноль Ооо Рукодаби Это уже твой перевод Перевод Ты улучшил перевод Да? Уже здесь какая-то ересь Раньше была написана Все что из основы Мое Спасибо тебе большое Да Рукодаби Наш подписчик Занялся переводом И поправил Всю Всю ту жесть Которая здесь была Окей Спасибо тебе огромное Чувак Рукодабион Он вообще все переводит Он так хорош Так На что я хочу добавить Добор На что-то Что я всегда буду играть Деревья мы вряд ли будем всегда играть То же самое с хилками Давление Не знаю Не факт Молнию очень часто будем играть Ну хилки наверное Отталкивание Не знаю Наверное мы молнию 40 урона Нормальная карта Всегда будем хотеть разыграть Хотя может на нее Надо повесить какой-то боевой эффект Ладно Сделаю я нам на хилку Добор Одну хилку придется оставить Но это хорошая хилка Окей Нам сейчас гоблины пойдут Перестановка Внимание Лес Друиды вырастили лес Друид-медведь как-то не очень хорошо С таким большим лесом работает Зато соколы хороши Стреляют далеко Медведь немного юзл из получаются Окей Еще одного торговца Можно добавить Восстановление с добором Мы хотим играть Медведя вниз Пушку Давайте наверх Ага И мои чуваки Не достают На верхней линии До краю Очень хорошо Ну и попробуем Менять Друидов Я попробую По максимуму Переключать Друидов Сажаем деревья И я прям делаю Фул переключение Друидов Билд Знак медведя Знак сокола У нас так много знаков сокола И нет На верхней линии Ничего Все там Все сдохло Алло Торговец Иди танкуй Блин Нужны друиды На всех линиях Чтобы это работало И знак сокола Блин Бесполезен Когда у тебя все Друиды Соколы Я сделал ошибку Хотя Блин Как 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 Сделал ошибку Окей Сделал ошибку Но Превратить тебя Сделать Рев Медведя Сделать знак Медведя На тебя Найти Знаки Сокола Молнию Здесь Еще один Рев Медведя Посадить Дерево Сделать Метки Зачем Эта карта Делает Зачем Карта У меня Стампуются Знаки Тех Друидов Которые У меня Уже Есть Мне Вот Че Непонятно Ребят Какой Смысл В Штамповании Знаков Мы Можем Дядь Так Дядь Так Алло О Нет У него Неприкасаемость Я Не могу Его Обратно Медведя Превратить Окей Что делает Обычный Обычный Друид Друид Призывает Дерево При размещении Впереди Ага Он Призывает Дерево Окей Молодец Друид Призывает Дерево Чуваки Да Капец Все Юзлесс Друид Призывай Дерево Давай Будь Мужиком Призови Дерево Рев Медведя Камон Я Не могу Таргет Твое Заклинание Использовать О Нет Деревья Сажай Деревья Джонни Они На деревьях Сажай На деревья Нужен Один Медведь Один Сокол И Один Медведь Один Сокол Медведь Наносит Два Урона Два Урона Наносит Это не то что Типа Я понимаю Смысл Медведь Танкует Сокол Наносит Урон Они работают В тандеме Не так много Знаков Медведя Я могу Всех Чуваки В медведей Попревращать Просто Вообще Кайф Окей Давайте Рев О Нет Мы Сдохли Возможно Это баг Знак Сокола Должен Работать На Сокола Мне кажется Тут Может Быть Куча Багов А я Не знаю Чуваки Короче Походу Знак Сокола Превращает Медведя В сокола Но По идее У тебя Должны быть И такие И такие Друиды Впереди Медведя Сзади Соколы Но если Ты их Поставил Ты Не можешь Их больше Превращать Потому что Если ты их будешь Превращать Туда сюда В итоге У тебя Получится Что у тебя Медведь Стоит Сзади А Впереди Стоит Сокол Нужно Их Быстренько Превратить Туда Обратно Сокол Дает Знак Сокола Да А Медведь Дает Знак Медведя Что Абсолютно Странно Потому что Ты не можешь Играть Знак Сокола На Сокола А знак Медведя На Медведя У меня Крыша Не едет Мы попробуем Еще раз Какая-то Ересь Происходит Король Бобро Всегда Готов Причина Помощь Трудный Час Король Бобро Ами Спасибо тебе Большое Вип Амикрон Спасибо тебе Большое За Пять месяцев Подписки Спасибо Большое Чувак Благодарю Добро Пожаловать Признавайтесь Кто мне Подписку Дал Или Оно Само А так Ты не Специально Не Оно Само Все Понятно Каждый Месяц Будет Подписываться Пока Ты ему Не скажешь Перестать Горшочек Не Вари Ты Не Собирался Подписываться Понял Все Ясно Ладно Спасибо Чувак Эмм Давайте еще раз Пробовать Друида Я должен Его понять Друид И Только так Чтобы играть Именно Друидом И Хилку Блин Она Переключается На Какой Самый Нормальный Простой Герой Варвар А он Тогда Будет Драться Не Варвар Я хочу Понять Как Дурид Работает Но Чтобы Дрался Он Именно Маг Фермер Фермер Звучит А Фермер Будет Нет Фермер Не Будет Строить Куриц Друид Руина Да Это Правда Мы поставим Мап Хиллер Есть Паладина Точно Мы Поставим Паладина Паладин Поехали Еще раз Друид призывает дерево ему блин призову дерево так друид впереди паладин атакованная плитка паладином область становится плитками сияния он баффер отлично то есть можно за медведя поставить паладина например к примеру пока что охлаждение вот сюда наверх дерево построить день здесь и не превращает этого друида в сокола нам уже два друида они стоят на одной линии в теории вот так сокол медведь и мы делаем рев медведя перетягиваем сюда всех всех врагов медведь танчит сокол из-за его спины расстреливает я на них не играю эти дурацкие знаки правильно от другие две линии где друидов пока нет я играю там пушки еще пушки хилю заборы чем у меня забор стали странные а не дает восполнять здоровье еще навсегда невозможность восстановления нас чуть-чуть закантрили вот теперь пока у меня всегда есть сокол я могу играть вот эту обилку сокола и по идее кайф в теории очень хорошо о работает божественную силу можно на пушку накидать наверху а знаки нужно использовать только если у меня есть по два каждой штуки тогда я могу бум 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 сделать наоборот ты постоянно играешь знаки но так чтобы в конце остался медведь мы играем сокол медведь медведь да сокол медведь окей на медведя впереди мы играем сокола медведя вот и тогда все бафаются да 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 и потом мы играем рев медведя и перетаскиваем чуваков на нашу сторону а другие линии мы будем воевать вот паладинами и всем остальным да 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 чат вы так хороши вы шарите вот сейчас чат шарит чат все знают да и при наличии двух разных друидов я в любой момент могу этот комбо провернуть абсолютно верно эти деревья можно попробовать потом попродавать до плечи кусты знак сокола знак медведя рёв медведя бум забрали всех чуваков и потом лоскут сокола кайф божественную силу а там все заблокировано божественную силу сюда сокол медведь или наоборот можно медведя сокола как выгоднее знак сокола бафает всех так что там ничего такого такого супер сложного знак медведя выбранный друид не медведь становится медведем все союзники получают один максимальной жизни окей порядок не важен в общем не важно каких ты друидов превращаешь в итоге у тебя все равно все друиды бафаются нам союзники друиды герои поэтому все но сокол медведь бум 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 и главное побольше этих рыков медвежьих все разобрались по-моему я но я не скажу что я уже там знаю как играть за этого героя но базовая проблема решилась надо крутить медведя крути медведя все будет хорошо подавление наносит 22 урона на одной плитке также наносит данный урон на всех плитках сияния дана белка паладина молитва накладывает повышение силы на всех союзников и работает на сбросе рип использует эффект карты когда она попадает на кладбище окей то есть это можно сбрасывать разыгрывать не обязательно верная молитва стоит взять у меня так много дешевых карт с другой стороны она крутить друидов мне выгоднее тем их бафать эта штука с добором была бы хороша или со сбросом у нас очень много бесплатных карт половину из которых можно слить и вот эти можно одну посадку одно восстановление и давление на на убрать легко проблема в том что если я добавлю нам одного друида он соберется в триплет и мне останется один друид это будет проблемой герой термин здесь а мы можем взять пушку рову знак сокола еще один у меня два знака медведя один знак сокола чуть нет чуть мне не нравится так все я имею до подавление боевая карта 22 урона плюс пьет по клиткам сияния на я роль на ее восполняет все здоровье накладывает неуязвимость на союзника бессмертие на одного чувака за два золото это недорого другой стороны у меня уже две хилки есть короче я пока просто возьму эту башню так эффект вознаграждение на вкладывает повышение силы на случайного союзника а ты призвать дерево порчи на случайном тайле врага переключитесь в темный режим я пожалуйста повышение силы на случайного врага и давайте его на физ урон на случайном союзника повышение силы я возьму нам сейчас одного друида пока второй раунд по идее все не так должно быть плохо мы соберем триплет друидов потом добавим еще друидов пока у нас будет триплет и в итоге останется у нас один друид мы его вот так переставим чтобы место под кустики оставалось и я наверно все пушки сейчас в одну линию переставлю наверх паладин я надеюсь тут два паладина будет я надеюсь они исправятся по центру окей поехали два паладина по центру сажаем деревья и я мой триплет друидов сокол мишка медведь молнию сюда друид погнали в триплет и ты идешь сюда становишься и мы тебя будем превращать когда у нас но теперь у меня не будет у меня теперь просто друид ветеран и он не он никто он абсолютно никто о нет я ему поставлю поддержку я поддержку поставлю нашим паладином потому что я сейчас буду глушить блин пушек нет сокол медведь рёв медведя медведь тащи их ведь выход их в итоге притащит капец моя верхняя линия нет эф верхняя линия минус пушки очень хорошо просто замечательно я бы сказал были пушки нет пушек сейчас скажу теперь нет пушек очень-то и хотелось ну будем там деревья строить а много деревьев а брык медведя не помешал а немножко чтобы перетащить всех к медведю потому что пока что ну медведь немного что делает он у нас есть трёх медведя миша кричи на них миша в атаку как он хорош давайте силу на него и теперь его превратить в сокола потом опять превратить в медведя он так силён молнию на этих чуваков паладины у вас там всё хорошо нам нужно недобитку на крик медведя я знаю что нам нужно сделать точно это правильно это верно недобитку на крик медведя и мы в порядке рёв миша рычи о нет мисплей были сделаны нет не было кто сказал мисплей о о о опять призрачная фигня на моём мишке я ничего не могу сделать на нём призрак висит а вы разве враги не должны к миши притягиваться а его просто контрит призраке я ничего не могу сделать чуваки а он медведь был законтрён я не могу играть на него карты а а да а ф а а а у друида очень интересная механика давайте давайте посмотрим мультик про мага в детстве колдунья колдунья потерял свою семью в адском пламени колдунья и отточила обращение с огнём чтобы отомстить за семью а а потеряла семью в адском пламени и решила стать огненным магом круто а однако договор затруднил встречу с демонами так в их поиске колдунья встречает воина который собирается помочь несчастному дому вы кстати видели что у него рот в форме дома она была впечатлена его добрым сердцем и храбростью нет не только из-за впечатления колдунья выбрала его а еще по причине того что он хороший танк так она и решила остановить демонов вау какая глубокая история история любви предательства дружбы и чувств преданности и отваги